Я в группе разместил, сейчас я зачитаю один текст с христианского дискурса, это первый в мире случай в нашей Вселенной, когда была произнесена убеждающая речь. Или когда был создан убеждающий акт, какой-то речевый убеждающий акт. Я сейчас это обложу и предлагаю вас, чтобы вы услышали, услышали и сказали, где здесь была ложная вещь. Это Ветхий Закон. Бытие три вытучателя. Змень был хитрее всех зверей-предудов, которых создал Господь. И сказал Змень Жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте никакого дерева в районе. И сказал Божий Змень, плоды из деревьев мы можем есть, только плоды дерева, которые среди района, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не убить. И сказал Змень Жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в тень, в которой вы вкусите им, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И убедилась жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятное для глаз, и ложительное, потому что дает знания. И взяла плодов, и его не ела. И дала также мужу своему родину. И, видимо, как я прошел у вас ответить на мой вопрос, я задал перед тем самым, я не могу с моим свое возмущением. В конце дала мужу, и он ел. Вообще не убеждений, ничего. Мама, и он ел. Вообще без речи. Упирала, он не упирался, ничего. Хотя вроде бы, а он взялась как-то. Что, женщина? Вот этот метр, вы понимаете, какой информации, что она его корнила. Вроде бы как, это самое начало этого завета, но там ничего об этом не известно. Я так понял, что это не требуется. Потому что был идеальный мужчина, немного круто, я не знаю. Отказ на меч. Вы не говорили, что ваш образ идеальный мужчина? Нет, просто он только появился. Там не было других мужчин, плохих, хороших. А тут был такой идеальный. Я на идеальном кризисе, у меня в год и сверху. То есть один, а в чем это разуме? Может быть, один и самого. Ну, вы сказали, что если один, то всегда идеальный. А как-то салону первый. Первый, значит, первый. Ну, не знаю. Ну, как человек. Может быть, у него не было, что-нибудь в луне. Может, он не дядь, конечно, может быть. Не обязательно ему было сам ругаться своей женой, но не буду их есть. Хорошо. Ну, нет. Ладно. Давайте. Я не очень специалист. Пожалуйста, кто услышал здесь акт, убеждающий речь? Я змей убеждал. Первый. Змей убеждал как? Я убеждал. Я убеждал. Кто это другого не услышал? Нет? Не слышал. Хорошо. Здесь я увидел. Я тоже вспомнил первые идеи. Потому что змеи – это первый оратор в мире. Потому что он первый, который убедил Бог. Убедил рецепт. Но здесь, читавшись в этот текст, я и понял, что нет. Бог был первым оратором. Он произнес речь. Там был тезис и аргумент. Я чуть позже поговорю, что это такое. Значит, тезис он сказал. Только плодов дерева, которое среди рай, сказал Бог, не ешьте. А потом аргументирует. Не ешьте, не прикасайтесь, чтобы вам не уберить. То есть убеждающая речь. Все есть. Тезис один. Не делайте этого. Ну, почему-то. Ну, позвание, а именно убежание. Вот. Итак, мы с вами здесь в риторике. В убеждающей риторике. И, как вы видите, здесь... Правда, в библии не написано, что это яблоко. Но риторика – это то, что занимается убеждающими печальными. Это какая-то ценность. Это не какая-то вообще ценность. Я считаю, что там есть некоторые профессии, основанные на убеждении. Задача... Я вообще, знаете, думаю, есть ли вообще профессии, которые... Задачи, которых не убеждать, для которых не важно, умеет ли их носить и убеждать людей. Такую профессию, где не надо убеждать. Задача. ... Необходимо левтеру кудете убежать? Чтобы на кнопке не тыкли и не поджигали. То есть, меньшая степень. То есть, профессия, которая так называемая не человек-человек, а человек, там, слушай, смотри, чёрт человек-машин. У меня была такая, знаете, идея, что математик сразу же, это, я не надумал, что я так понимаю, но он же теорема, и что с ним делать? Кого? Ну, значит, хороший математик, это докажет другому математику, что он прав. Я думаю, что обещает человек. Есть теорема, которые доказывают другим вознодушным. Они же есть. Есть математик, придумывая теорема. Он же её придумал. Он убедил других, что она есть? Фусть, он убедил, где была эта теорема. Хорошо. Итак, это какой? Это ценность. И мы дальше идём к классификации. Эту ценность, это явка. Я растелю на две части. Видимо, вкусная яблока. Нет, не мою дочь, она так же начала норву не подниматься. Я сейчас чуть-чуть позже проявляю. Итак, у яблока есть две части. Это чёрная. То есть я бы поделил, разделил всю яблоку на две части. На белую и чёрную. Чем отличается белая и чёрная? Как отличить? Общий видитель, да? И цель, и чёрная, и белая риторики, это, чтобы рецепиент принял вашу позицию. Если да. Ну, в чём? Есть отличия в чём? Ну, в чёрной, мне кажется, нужно убедить именно свои выгоды, а в белой, мне кажется, просто донести истинную информацию. Ну, вот есть такой подход в развлечении. У меня здесь смущает истинно то, что я занимался истиной. То есть истиной нет, да. Да, я занимался истиной пользой. Например, иногда дети любят конфеты, но не так вы их... То есть, если вы их убеждаете, что конфеты есть нельзя, вы используете свои какие-то позиции и их пользу. А у них другая позиция. И это может быть не совсем. Я бы так. Ещё есть какие-то варианты, как различить белый чёрный. Чё-то я спрашиваю? Значит, я даю следующее. Это следующее предположение. Белая риторика, когда проговаривается, или, как говорят ритори, артикулируется целью. Как целью. То есть, не скрывается. Угу. Даже, я бы видите, усиливаю. Артикулируется. То есть, проговаривается. Не скрывается, ещё там не может быть варианты, может быть тоже. Если ритор проговаривал, я сейчас, я хочу, чтобы ты пошёл или пошла со мной в тело. И дальше пошли какие-то, или пошли на дно. Это белая риторика. Всё. Если вы слышите цель, это белая риторика. Сейчас будет превратиться. И потому здесь как-то и расстанавливаться не может. Следующее. Чёрная риторика. Чёрную, чёрную риторику я должен не мазать сил одним. Одним простой. В чёрной риторике есть исключение. Когда оно, вроде бы, чёрное, я бы посчитал её проговорить. Это исходит из-за того, что происходит. Почему так происходит? Есть такое понятие интимема. Интимема – это когда мы часть фразы не проговариваем. Ну, например, мы говорим, я пошёл, я пошёл. Мы же не будем так. Я сейчас встану и пойду. Часть образует соснов. Потому что вы, говорите, произносите это слово в контексте. Вот фразу в контексте. И в контексте, например, цветок вы сбываете. Ну, всем понятно. То есть, когда, например, молодой человек говорит, девушке, а можно я пойду с тобой, ну, к тебе давно подключаю? Он, вроде бы, не проговаривает, да, с целью. Но цель – не стать антикским. Он точно не говорит, зачем мне. Почему это не человек? Ну, это понятно. Ну, это в УЗУСе, в языке, это понятно. То есть, он не скрывает свои цели. И я бы это делил, то есть, землячасти. Тот случай, когда я, правда, иду в чеке. Что-нибудь. Просто. Мужчина, когда что-то делал родной, я так концентрируюсь, и у меня звуки отличаются. Я когда думал, как его резать, пополам или напополам. То есть, это мы и оставим. То есть, если человек не проговаривает цель, и это не значит, что он вами не может быть. И еще не значит, что он вами не может быть. Подумайте, может быть, цель ясна и мудесна, и он будет, что вам понятно, из контекста. То есть, из того места, времени, условия, и покоры, в котором он нету речи местности. И осталась у нас черная толь. Черная толь, коричневая. Вообще, цель стремится. Поумышленность называется. Более того, происходит подмена цели. Он не только ее не говорит. Он еще выставляет, черная толь, другую цель. Я бы ее назвал ложной целью. Сейчас еще и еще не было. Казалось, что вы ее что-то вспомнили. Идентифицировал, то есть, в данном случае, если такое произошло, все это черная толь. Ну, пожалуй, все на вот этот аспект. Значит, мы сейчас что сегодня делаем? Мы с вами делили всю риторику, и пытались выделить, выявить, что такое черная толь. Пожалуйста, такие есть. Толь. Возвращаясь. Какие друзья? Что-то mini-надо. Подписывайтесь на наш канал. Ого! Подписывайтесь на наш канал! Продолжение следует...